КУХНЯ ЖКХ Скоро станут заниматься рекоператоры. Что от этого изменится? Должна измениться система в целом, для того, чтобы была глубокая переработка, чтобы на наших полигонах оставалось минимум 10% всего нашего мусора. Когда она заработает, мы будем понимать, что рекоператор отвечает за доставку батареек в другой субъект? Или рекоператор скажет, что сам начну организовывать, чтобы не доставлять в Челябинск соседние субъекты маленькие, привозите ко мне? Наверное, это лучше. У нас есть маркетплейсы, они создали целую сеть по выдаче товаров и доставке этих товаров. То же самое должно произойти с нашими операторами. У нас должна целая сеть. С чем мы видим определенную опасность? Сейчас система уже создана, и мы бы не хотели, чтобы она была уничтожена. И завтра мы проснулись, и некуда сдавать. Может быть, ему будет даже выгодно работать с теми сборщиками, которые это все делают. А что об этом сказано в проекте документа по поводу вторсырья и рекоператора? Пока не прописано ничего, как должно собираться вторсырье. Это постановление правительства, оно прошло уже обсуждение. Ну, наверное, до конца года мы увидим уже этот документ. Татьяна, вот смотрите, мусорная реформа была запущена в Кировской области два года назад. До сих пор еще есть шероховатости, а документы разрабатывались в течение пяти лет до запуска. Вот с раздельным сбором мусора, как вы думаете, как скоро получится? На нашем веку система вообще заработает? Когда мы слушали японцев о достижении в том, что у них 11 компонентов, которые они разделяют, эта культура прививалась десятилетиями. Мы прошли пять лет, а хотим сразу. Мы должны перестроиться сами. И нам должно это быть комфортно, во-первых. А во-вторых, мы должны признать, что мы живем в эпоху, когда очень много упаковки. С этим надо что-то делать. То есть мы покупаем не то, что нам нужно. Мы покупаем маркетинговую упаковку, не всегда легко перерабатываемую. Сейчас планируется, что будут заниматься упаковкой. Если она не перерабатываемая, лицо, которое ее выпускает, будет платить большие налоги. Если же все-таки это будет удобная для утилизации упаковка, это будет даже поощряться. А по поводу упаковки. Правильно, сортировать и сдавать можно начать уже сейчас. 29 июля соседский центр управляющей компании «Актив Комфорт» вместе с кировским экологом проводит мастер-класс по раздельному сбору мусора. Подробности в группе «Актив Комфорт» во Вконтакте. А у нас в гостях была директора НЖК Татьяна Витрецкая. Кухня ЖКХ